Сегодня я вам покажу одну очень интересную вещь, которая применяется в многих играх. И чаще всего ее очень тяжело писать. Это анализ пересечения двух прямоугольников. Чаще всего наши изображения представлены в виде прямоугольников. И нам необходимо проверять, столкнулись ли эти два изображения. Это могут быть пули, снаряды или просто две машинки, которые сталкиваются. Нам необходимо определить, столкнулись ли они или нет. Формула может быть простой, если вы знаете ширину одного из объектов. Но если вы не знаете или они не равны, то тогда все затрудняется. И для того, чтобы это сделать, мы должны рассмотреть общие случаи. Ну, например, первый общий случай. Объекты находятся вот так. Ну, давайте я их обозначу 1, 2. Второй общий случай. Когда объект 2 находится слева от объекта 1. Третий общий случай. Когда объект 2 находится справа вверху объекта 1. Четвертый общий случай. Когда объект 2 находится слева, сверху объекта 1. Вот. Это только четыре варианта. А есть еще вот такие вот варианты. Когда они находятся вот так. В каждом из этих случаев нам необходимо анализировать и проверять, где у нас чего находится. Поскольку у нас изображение стартует из верхнего левого угла, то мы должны проверять, что у нас вот эта точка находится в пределах нашего прямоугольника. И мы можем эти случаи рассматривать. Ну, то есть, например, давайте рассмотрим первый случай. Когда у нас прямоугольник 2 пересекается с прямоугольником 1 вот так вот. То есть, вот это вот у нас будет 1, это у нас будет 2. В этом случае мы должны добавить следующий анализ. То есть, вот это у нас точечки, из которых рисуется наше изображение. И у них есть ширина и высота. Вот это мы обозначим как ширина 1. Вот это мы обозначим как ширина 2. Ну и, соответственно, высота 1. Высота 2. Вот. Ну и мы должны проверить, что вот эта точка находится внутри первого прямоугольника. Здесь будет x1, y1. Ну, а здесь x2, y2. То есть, что мы делаем? Мы делаем x1, x2 должно быть меньше, чем x1 плюс ширина. И одновременно должно быть x2 больше, чем x1. Тогда мы можем на координатной плоскости... Давайте я нарисую координатную плоскость. Это у нас будет y. А вот здесь у нас будет x. Тогда я могу здесь на координатной плоскости поставить вот такие вот рамочки. Штрих пунктиром. Давайте, наверное, больше их поставить, длиннее. То есть, мы создали для вот этого x коробочку. То есть, у нас вот это ограничение есть, это ограничение справа. И вот это вот ограничение есть, это ограничение слева. Но мы же ведь, если так сделаем, то получается, что мы можем передвигать вот эту точку куда угодно. И вниз в том числе. И у нас может получиться так, что объект номер 2 находится вот здесь. Тогда они не пересекаются. А это значит, что мы должны добавить второе условие по y. Оно будет точно таким же. y2 меньше, чем y1 плюс w1. И y2 больше, чем y1. Причем эти условия мы должны объединить. То есть, еще между ними мы должны поставить амперсанды. То есть, что они выполняются одновременно. Получается, для одного из случаев мы создали 4 условия. Вот здесь вот тоже у нас будут штрих-пунктиры. То есть, я, получается, загнал наш объект в две коробочки. Одна вертикальная, другая горизонтальная. Вот. То есть, случай номер 1 мы сделали. То есть, вот мы сейчас его проанализировали. Но что если произойдет случай номер 2? Давайте я здесь же, на этой же картинке это нарисую. Так, перемещу ее. А, ну да. Ну ладно. Перемещу, сейчас залью. Быстренько. Все. Отлично. То есть, случай номер 2 будет выглядеть следующим образом. Когда у меня находится вот здесь вот изображение номер 2, а вот здесь вот изображение номер 1. Или какой там это у нас случай. То есть, когда они меняются местами. И, соответственно, условия меняются. Теперь у меня координата x1 должна помещаться в коробочку координат нашего второго прямоугольника. Так, где-то у нас эта штука вот. Да, то есть, здесь будет ограничение. И будет ограничение вот здесь вот. Ну и давайте я сейчас запишу эту формулировку. Значит, будет у нас x1 меньше чем x2 плюс w2. Здесь у нас будет ширина второго нашего прямоугольника. И одновременно выполняется, что x1 больше чем x2. То есть, вот эта вот точечка, она находится правее, чем точка x2. То есть, здесь x2 будет. Здесь будет x1. А здесь, соответственно, будет у нас ширина второго. Сейчас нам не важна ширина первого объекта, потому что он может быть любым. Нам главное, чтобы вот эта вот точечка попала только. И мы должны проверить то же самое по y. Чтобы y1 был меньше чем y2 плюс w2. И y1 должен быть больше чем y2. Ну и, соответственно, оба этих условия должны выполняться одновременно. Вот. То есть, получается, мы делаем 4 проверки. Для каждого из случаев. Вот так вот. И таких случаев мы должны рассмотреть 8. Раз, два, три, четыре. И тут еще по 4. И получается, что каждый из них мы должны объединить. Как объединяются вот эти вот условия? Они объединяются очень просто. Просто мы их все берем в скобочки и ставим условия или. Почему или? Потому что каждая из них имеет право на жизнь. То есть, либо у нас вот этот случай, либо вот этот случай. И получается, для того, чтобы проанализировать пересечение этих прямоугольников, придется написать очень-очень-очень много условий. Вот в этом вот проблема. Вот давайте я сейчас проиллюстрирую один из примеров. Просто сейчас напишу, чтобы посмотреть, что этот случай работает. А что во втором случае он не будет работать. То есть, у меня есть панелька. Еще раз покажу, что у меня есть. У меня есть вот такая вот формочка, где два прямоугольника перемещаются при помощи клавиш, клавиатуры, стрелочек и WASD. У меня есть панелька. Внутри нее есть координаты x1, y1. Я могу ими манипулировать. И цвет я буду менять. Если у меня они пересеклись, я буду цвет на красный менять. Ну и давайте я сейчас это запишу. Что если у меня x2 меньше, чем x1. p.x2 меньше, чем p.x1 плюс p.w1. Одновременно выполняются условия, что p.x2 должен быть больше, чем сам x1. То же самое по y. То есть, p.y2 должно быть меньше, чем p.y1 плюс h1. Я там w, наверное, написал. Да, но это на самом деле неправильно, потому что у нас там ширина должна быть. Здесь высота должна быть. То есть, y меряется по высоте. Я немножко ошибку допустил. То есть, вот здесь у нас h, здесь w. Ну, кто смотрел внимательно, вы увидите эту ошибку. Так, p.h1 и одновременно у нас y2 должен быть больше, чем y1. Если это условие выполняется, то выполняется первый случай, когда прямоугольничек номер 2 находится снизу, справа от прямоугольничка 1. Если так происходит, то мы красим их цвета. p.c1 равняется color.red. То есть, я делаю красным цветом оба цвета. Ну, и давайте сейчас их подвигаем, посмотрим, в каком случае будет выполняться это условие. Вот какой из них один, да? Сейчас узнаем. Вот, так не работает. Так не работает. Так не работает. Вообще никак не работает. Вот, что-то, что-то, наверное, я не так написал. Вот, какой-то из них один, какой-то, вот, смотрите, видите, как работает. Да? Но они всегда красятся красным, да? Неплохо было бы их очищать. То есть, когда это условие не выполняется, я эти цвета сбрасываю. Ну, можно вообще в начале их сбрасывать сначала. Я для этого специально предусмотрел функцию reset colors, которая эти цвета сбрасывает к первоначальным значениям. Давайте я еще раз посмотрю. Значит, у меня x2 должно быть меньше, чем x1 плюс w1, но одновременно должно быть больше, чем x1. Так, здесь же y2 должно быть меньше, чем y1 плюс h1 и больше, чем y1. Ну, вроде правильно. Вот, так. Какой тут у нас правильный прямоугольничек. Вот, видите? Значит, он работает, когда они вот так вот соприкасаются, но вот. То есть, ну, видимо, это случай, случай не один, потому что он, по идее, должен вот так вот реагировать. То есть, возможно, я просто что-то не то учел. Ну, вроде написано правильно, если я не ошибаюсь. По x мы сделали, по y меньше, чем ширина, и по y больше, чем... Ну, да, вроде правильно. И получается, только один случай будет работать. И для того, чтобы нам все это сделать, нам необходимо рассмотреть каждый из вот этих случаев. И это на самом деле очень тяжело. Поэтому, как можно в этой ситуации поступить? Можно поступить от обратного. Можно проанализировать все случаи, при которых эти условия не выполняются. И на самом деле их гораздо меньше. Случаи эти следующие. Первый случай. Иксовая координата единички плюс ширина меньше, чем иксовая координата двоечки. Ну, или если проще, то иксовая координата двоечки она больше, чем вот эта вот точка. А эта точка у нас икс плюс ширина. Вот. То есть, если мы возьмем проекцию на ось икс, то вообще, грубо говоря, не важно, где по y стоит точка 2. То есть, нам вообще это не важно. То есть, она может быть перемещена выше, ниже. Если ее проекция по оси икс больше, чем правая точка, то тогда они точно не пересекаются. Да. То же самое наоборот. Если у нас есть прямоугольничек номер 1, и он стоит правее, чем прямоугольничек номер 2, давайте я вот здесь нарисую эти двоечки и единички. Вот. То есть, вот у нас теперь точка двойки и точка единицы. Да. Вот мы точки эти анализируем. То нам вообще не важно, где по y стоит номер 2, потому что он не пересечется. Здесь условие какое? x2 строго больше, чем x1 плюс ширина. Здесь условие наоборот. x1 строго больше, чем x2 плюс ой, в квадрате написал. x2 плюс ширина. Ширина уже второго. Соответственно. И по y. По y то же самое. Мы можем разместить 1 и 2 друг над другом. Как бы мне это нарисовать. Ну, вот здесь вот нарисую. Ну, вот так вот. Что вот это вот 1, а это 2. И если мы возьмем проекцию на ось y, то мы получим, что нам вообще не важно, где по x находится второй квадратик. то есть мы можем анализировать только y. И получается, что мы можем сделать x2, ой, y2 строго больше, чем y1 плюс его ширина. И, соответственно, точно так же делается с вторым случаем, когда они меняются местами. То есть y1 уже будет больше. При этих условиях они не пересекаются. Во всех остальных случаях они пересекаются. Кстати, попробуйте это доказать. На самом деле так и есть. То есть это все случаи, когда будут они не пересекаться. Во всех остальных случаях они будут пересекаться. То есть и вот если вот эти 4 условия не выполняются, то тогда они будут пересекаться. Но теперь нам нужно обратить наши условия. То есть, если выполняется P.X2 больше строго P.X1 плюс P.W1 Если я напишу I, то работать это не будет. Почему? Потому что невозможно, чтобы квадратик 1 находился одновременно справа и одновременно слева. Это же невозможно. Это невозможно. Поэтому мы должны сделать или условие. То есть, либо он находится справа. Квадратик 2 находится справа от 1. Либо квадратик 1 находится справа от 2. То есть, получается, квадратик 2 будет находиться слева. Либо они находятся внизу то же самое y2 больше чем p.y1 плюс p.w1 либо давайте я на следующую строку перенесу, чтобы было хорошо видно либо p.y1 строго больше чем p.y2 плюс w2 p.w2 в этих случаях нет пересечения и мы можем вот здесь сделать reset colors, чтобы очистить цвет наших прямоугольников вы можете использовать какую-то функцию, например, чтобы задать столкновение или сделать какой-то интересный эффект анимации а во всех случаях остальных они пересекаются то есть мы пишем else есть пересечение и здесь уже мы окрашиваем наши объекты в красный цвет color.red то же самое p.c2 равняется color.red давайте проверим так тяжело управлять ими одновременно с разных рук да вот почему-то он немножко не так работает как хочется вот здесь вот почему-то он пишет что нету пересечения хотя оно должно быть на самом деле возможно что-то не так с координатами возможно они рисуются не в правильной последовательности то есть сами квадратики рисуются не там как надо а знаете почему я знаю почему так происходит так происходит потому что на самом деле у меня задана прорисовка вот этих вот координат плюс 50 то есть я в panel совершил ошибку у меня они рисуются 50 плюс ширина да поэтому давайте я наверное сделаю так я ширину увеличу на эти 50 пикселей вот поэтому и происходила проблема почему нам казалось что они не пересекаются хотя на самом деле они пересекаются в классе panel у меня стоит добавление 50 пикселей для каждого из вот этих вот прямоугольничков так w1 w2 и то же самое у меня было сделано для высоты то есть я делаю h1 h2 ну и здесь то же самое h1 h2 ну и я их меняю теперь у меня переменные будут локальные так я почему-то вот здесь вот написал опять же видите так они должны быть локальные я почему-то опять поставил в игреке w1 хотя там должен быть h1 ширина на самом деле в этом всем очень тяжело запутаться если у вас нету практики поэтому делайте больше практики рисуйте на листочке проверьте вот эти вот предположения сделайте это все на листочках только у меня происходит пересечение они сразу же начинают краситься только мы убираем с какой-то стороны они перестают перекрашиваться вот то есть вся проблема была на самом деле в том что я 50 пикселей добавлял и он только там в начале реагировал вот то есть вот этот очень удобный метод идти от обратного иногда нужно идти по пути не прямому а пытаться найти обходной путь то есть подумать не а что будет если условие выполняется а что будет если оно не выполняется потому что на условии пересечения прямоугольников как вы видели нужно было проанализировать 8 умножить на 4 вариантов и это на самом деле тяжело особенно запутаться в этих скобочках и вы запросто запутаетесь такой вариант проще вот так вы можете обнаружить пересечение прямоугольников удачи в ваших играх в ваших проектах подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях если вам что-то хочется узнать попробовать какие-нибудь игры буду рад взаимодействию